Николай Соколов Вот такое небольшое, но очень интересное и полезное упражнение для правой руки Казалось бы, здесь ничего нет сложного, но подумаешь, обычный хроматизм Но в этом хроматизме мы с вами будем играть еще и вставки терциями Такая некая хроматическая секвенция терциями Давайте рассмотрим, что же там играется И какие особенности в данном упражнении нужно соблюдать при его исполнении С самим текстом здесь нет ничего сложного, так как используется обыкновенный хроматизм Я его сыграл от пятого лада шестой струны Здесь мы играем с вами Все четыре нотки подряд Потом переходим на пятую струну, то же самое И вот отсюда мы с вами играем Смотрите, что у нас получается, мизинец стоит на мостом ладу Мы теперь делаем акцент, обращая ваше внимание, удар вниз Акцент на безменный палец Потом возвращаемся снова в исходное положение, на восьмой лад Затем вот эта наша большая терция, это интервал Идет ровно по хроматизму вниз Но пальцы никуда не уходят из своей позиции Это значит, что дальше мы играем с вами второй палец Если получается шестой лад и седьмой Такая же терция Те же самые удары Вниз, вверх Далее я играю еще хроматическую ноту на четвертую струну Это получается пятый лад И по хроматизму от восьмого лада возвращаюсь назад Но удары, обращаю внимание, какие будут У нас получается вниз, вверх 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 И вот эта нота Которую я пришел вниз Она у меня является первой нотой в следующей фразе Таким образом, отсюда я буду играть уже следующую фразу В следующей фразе, как и в предыдущей Нет ничего сложного Так как фраза точная копия предыдущей фразы То есть мы можем с вами представить, что пятая струна Это у нас фактически та же самая шестая И попробовать сыграть все то же самое Только как будто от шестой струны Но пятую, ну что на самом деле шестую струну убрать И будет у вас то же самое Потом то же самое играем от четвертой струны Потом то же самое от третьей И когда мы с вами переходим во вторую струну То отсюда мы делаем с вами некий разворот Здесь мы с вами играем вот такой вот момент Что у нас получается, смотрите Мы от пятого лада сыграли снова с вами хроматизм Вот от этой ноты играем Удары по-прежнему все вниз-вверх Вниз-вверх у нас идут Остановились на мизинце на восьмом ладу Теперь ударом вверх мы закончим с вами Смотрите, вниз-вверх, вниз-вверх Вниз-вверх, вниз-вверх Теперь отсюда, из этой позиции Я перехожу в следующую позицию Или же, если мы с вами возвращаемся назад То есть если вы данное упражнение там сыграли откуда-то уже вот здесь То в таком случае мы возвращаемся назад Но об этом немножко попозже Значит, мы с вами пришли в девятый лад Поставили палец И отсюда начинаем играть все то же самое, только вниз Также хочу заострить ваше внимание на очень интересном моменте Когда вы играете восходящее движение То у вас все пальцы прилипают к струне Вот они все у нас лежат на струнах Они как будто бы приклеились А если мы возвращаемся с вами назад То вот так не играем Нет, ни в коем случае Мы делаем вот как То есть каждый палец у вас отдельно отрывается Отдельно ставится на гриф В основном это касается такого упражнения, как сквозное Когда мы играем сквозь гриф Когда мы с вами делаем восходящее движение То у нас все пальцы Они прилипают к грифу А когда вы двигаетесь назад, то наоборот все пальчики мы опускаем То есть нет такого, что вы поставили вот так Это немножко будет очень неудобно и скованно То есть когда мы двигаемся назад, всегда пальцы То есть они у вас по отдельности работают То есть это достаточно так будет очень удобно и быстро у вас будет получаться Так, вернемся теперь снова к нашему упражнению Итак, значит мы с вами сыграли девятый лад Вернулись по нему Нисходящее движение Перешли на вторую струну И то же самое сыграли То есть у нас получается вот что Теперь переходим на третью струну И далее играем обратную форму Только здесь мы с вами играли Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх И снова вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз То есть переменный штрих у нас строгий Никаких вниз-вниз или вверх-вверх Следите за этим внимательно Здесь мы с вами сыграли Теперь поставили палец на седьмой лад и играем Здесь тоже момент такой есть очень опасный Очень опасный Старайтесь убирать пальцы Чтобы не было такого Чтобы вот этого ринга у вас не было Чтобы звуки не сливались вместе В этом моменте мы с вами делаем вот что Обращаю внимание на правую руку Вот я сыграл третью струну Перехожу теперь, когда на вторую струну То в этом моменте я вот этим Вот этой частью пальца я прикасаюсь к струну И у меня получается Оп, прикоснулся и в этот момент сыграл Происходит это вот следующим образом Понимаете? То есть нет такого, что Или такого Видите, я отпустил палец от третьей струны И третья струна сразу же стала звучать Вот чтобы таких моментов не было Старайтесь всегда играть Оп, прикоснулись Все, палец убрали, все, звука нет И сыграли Когда это уже идет в хорошем темпе, то Вот, понимаете? То есть нет такого, что И каша не звучит Мы доиграли с вами До девятого лада И далее от второй струны мы с вами играем с удара вверх Потому что мы закончили ударом вниз И отсюда начинаем играть вверх И назад Теперь с третьей струны То же самое хроматизм идет Еще раз повторюсь о том, что Когда мы с вами сделали такое движение У нас все пальцы с вами стоят А теперь, оп, мы их опустили Оп, видите, что происходит? То есть не так А вот так Идем дальше То есть получается у нас Теперь далее То же самое делаем с вами На четвертой струне И на третью струну уходим То же самое с пятой струной По хроматизму опять здесь И на шестой струне заканчиваем И закончили мы с вами ударом вверх Обращаю ваше внимание На шестом ладу Но начинали-то мы с вами с пятого лада Так? Возвращаемся к тому разговору Когда мы с вами будем играть Теперь переход в другие позиции И когда мы будем играть Либо вверх это упражнение Либо вниз по гриппу Смотрим Здесь мы, когда сыграли с вами данную фразу Если мы хотим двигаться вверх То мы всегда все передвижения делаем вверх Например То есть вот мы сыграли с вами Движения Мы продолжим И вот Куда хотим двигаться? Вверх Соответственно сдвигаемся вверх Идем назад Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар И от седьмой позиции начинаем играть то же самое. Здесь мы, естественно, сдвигаемся опять вверх, переходим сюда и снова вверх. И будем оказываться уже в девятой позиции. И так далее, и так далее. Когда мы с вами будем двигаться назад в этом упражнении, то все движения, все сдвиги мы делаем, соответственно, вниз. Получается, например, мы сыграли, ну, допустим, от 12 лада уже заканчиваю так. И далее я могу сдвинуться в 16 лад, но я сдвигаюсь в 14 лад. И теперь отсюда я сдвигаюсь с 11 лада в 10. Таким образом я опять прихожу к первому ладу, с которого и начинаю данное упражнение. Упражнение очень интересное, старайтесь выполнять его в медленном темпе. Можно добавлять на басы palm mute, чтобы было такое звучание. И обращаю ваше внимание на то, чтобы вы делали акценты. Это когда вы играете вот эти терцы, и вот они пошли. Выделяете ноты. Та-ду-та-ду-та, чтобы было... Чтобы они были не так, а были вот так. Вот эти вот нотки. Та-ду-да-да-да-да, чтобы это как мелодия выделялась. Тогда у вас правая рука прям будет очень круто играть. Потом попробуйте это все сыграть по всему грифу в разных темпах. В медленном, среднем и в быстром. Медленный темп — это когда вы прям играете, ну прям абсолютно каждое движение контролируете. Средний темп — это когда вы уже играете, что вы понимаете, что ну, в принципе, да, такой уже хороший темп. И быстрый темп — это когда уже, ну, быстро, у каждого он свой. И старайтесь это все попробовать в разных темпах сыграть, и посмотрите, что у вас будет с рукой. Она у вас прекрасно себя будет чувствовать, она не отвалится, не переживайте. Но в то же время старайтесь быть очень аккуратны, когда играете, чтобы не переиграть руку. Руки нам нужны. Спасибо за внимание. Пока.